Всем привет, я Алиса Че и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду проверять ваши лайфхаки в Мега Ворлд. Перед началом ставьте лайк, подписывайтесь, ну и погнали уже проверять первый лайфхак. Кол Герл мне пишет, лайфхак с едой в Мега Ворлд. Если на полу соединить булочку с ковядиной, то будет бургер. Мне интересно, почему только на полу это работает? Но все равно давайте проверим, потому что я еще не соединяла, по-моему, еду в Мега Ворлд. Я только знаю рецепты из Тока Бока. Ну, мы поедем, наверное, вот в этот ресторанчик, где есть один из моих любимых. Есть ли тут то, что нам нужно? Ну, вот мясо. А булочка, где булочку-то брать? Ага, вот она. Так, ну что ж, соединяем. Кстати, нижняя булочка нам так и не понадобилась. Интересно. Давайте попробуем соединить еще с чем-нибудь. Вот какая-нибудь такая вот нога кальмара. И нижняя булочка. Ну нет, это так не работает. Да и сверхней, в принципе, тоже. С какой-нибудь курицей соединить? Ну нет, так тоже не особо работает. Но вообще, ребята, лайфхак крутой. Посмотрите, какой крутой бургер. Ладно, бургер мы сделали. Это супер. Но как же делать картошку вот такую вот? Я не понимаю. Давайте посмотрим лайфхак от Израиль Умаров. Алиса, вот тебе лайфхак с едой. В бесплатной версии есть кафе-диет. Положи картошку в масло, и оно превратится в фри. Ну вот, наконец-то я нашла, как сделать эту замечательную картошечку. Картошка. Берем. Ну вот, у меня есть почищенная сразу же. Кладем ее в масло, и вау! Она взрывается и превращается уже в нарезанную картошку фри. Я предлагаю вам начать собирать заказик. Кладем картошку. Сделаем бургер. Гоп. И давайте еще какой-нибудь напиток сюда положим. Вот, суперский. Заказ готов. Ну, ребята, я настоящий повар. Лайфхаки рабочие. Можно проверять следующие. Лайфхак от Мадина. Лайфхак. В Миге можно одеть полотенце на человека. Ого, ребята, ну я знаю, что в Токобоке, по-моему, тоже так можно сделать. Не знаю, можно ли в Миге. Пойдемте проверим. Вообще, для начала нам нужно найти полотенце. Поехали в нашу любимую квартирку. Вроде бы там они есть. Полотенце. Ау. Я тут вижу только халатики. Вот. Их можно надеть совершенно спокойно. А вот и полотенце. Пробуем. Их можно так же надеть. В принципе, как и халат. Ну, ребята, мне кажется, достаточно интересно. Только сидеть в них не очень удобно. Ну, лайфхак рабочий. И в Токе, и в Миге можно надевать полотенце. Супер. Лайфхак от Людмилы Миньковской. Алиса, зайди в домик, где молния. Нажми на шторку, где в ванной. Тогда ты там сможешь закрыть в ванной шторку. Ну, здесь душевая кабина. Можно просто нажать на дверку. Теперь поехали в мою квартиру. И там уже попробуем это сделать. Ну, и, собственно, давайте пробовать. Уже какую-то шторку я вижу. Давайте на нее нажимать. И ничего не работает. Я нажимаю на нее. А она не работает вообще? То есть она никуда не уходит? Я была уверена, что этот лайфхак будет работать. Хорошо, давайте поставим вот эту девочку сюда. О, нужно потянуть, а не нажать. Ребята, вы что? Я бы так и сказала, что этот лайфхак не рабочий, если бы не догадалась потянуть. Нет, ну вообще классно, знаешь, так. Пошел, закрылся. Потому что дверей здесь нету. Как-то не очень классно. А вот со шторкой даже очень нормально. Можно прятаться, кстати. Ну, лайфхак я немного изменила, конечно. Но он все равно рабочий. Давайте проверять следующий. И это лайфхак от Дениса Аслямов. Он пишет, что в конце какого-то магазина есть экскалатор, и по нему можно куда-то подняться. Но слушайте, я знаю, что по такому экскалатору я поднималась на корабле. Возможно, сейчас я попаду на второй этаж какого-нибудь магазина. В магазине мебели он есть. Так что посмотрим. Этот идет вниз. То есть с него можно спуститься. А вот здесь вообще никуда не идет. Ну, слушайте, давайте посмотрим. Давайте проверим просто. Вот я поехала. И мы поднимаемся на второй. Серьезно? Есть второй этаж? Почему я не додумалась так сделать? Это просто вау. Это шок. Я до последнего не верила. Вы только посмотрите, сколько тут разных вещей. Разные подушки. Это игрушки, котики, подушечки. Какие классные часы. Мои любимые кресла-мешки. Вау. Какое классное колечко. Ничего себе. Медведь огромный. Коляска. Разные светильники. А я тут думаю, почему так мало мебели? Почему нету какого-то декора? А тут все есть, оказывается. Вот наш любимый полотенце. Ну, правда, его надеть нельзя. По-моему, можно одно только. Вот это. Ну и разная посуда. Разные зеркала. Свечки. Вау. Ой. А почему они все зажились? А, от одной свечки они зажигаются все. Ой, супер. Ну и здесь тоже есть такие вот цветочки. О, какие красивые. А это можно, кстати, запаковать. Вау. Также есть еда. Ну и давайте попробуем спуститься со второго этажа вниз. Все, ребята, мне кажется, что я усвоила свой урок. Что надо, если я вижу вот такие вот экскалаторы, обязательно под ним подниматься. Ну, лайфхак рабочий. Я просто в шоке. Давайте смотреть следующий. Лайфхак от Марии Забара. Там на холодильнике синяя и белая тряпка. Ей можно вытирать доску. Я так понимаю, что она говорит про доску, которая в квартире бесплатной. Поехали туда. Да, кстати, я задавалась вопросом, как же вытереть эту доску. Ведь реально нечем. Вот, можно все снять и спокойно нарисовать что-нибудь. Вот, синяя доска теперь, а не белая. Берем тряпочку. Хоп-хоп-хоп-хоп. Да, стирает она, конечно, очень интересно. Ну, зато хотя бы и стирает. Сердечко. Сердечко не получилось, извините. Ну, на самом деле, достаточно сложно рисовать. Но если что-то у вас не получилось, вы можете взять эту тряпочку и стереть все. Нет, ну лайфхак рабочий. Классно. Я очень рада, что научилась стирать. Лайфхак от Евгении Вольф. На курорте отель. Там лежит телефон, отфоткай тебя, если нанести на себя. Окей, поехали в отель. Там у отеля столько этажей, мне кажется, я найду кучу телефонов просто. Вот, вроде бы. Он где-то здесь начинается слишком много разного всего. Поехали искать. Сумочки мы тоже обязательно проверяем. Разные ключики. Ну, на первом этаже никаких телефонов не найдено. Поехали уже смотреть в номерах. Я надеюсь, меня оттуда не выгонят никто. А то нормально, пришла какая-то, проверяет тут лайфхаки. Телефоны забирает. Ищу просто везде. Во, телефон на селфи-палке, кстати. Реально фоткает, посмотрите, его перемещаешь, и он может что-то сфоткать. Чего? Как классно! Это же просто гениально! Это же супер! Берем какую-нибудь девочку. И давайте сфоткаем меня. Вот. Девочку эту сфоткаем. Вот! Фотка я ее зачем-то выбросила, как всегда. Но это работает! Вы только посмотрите. Тут есть еще камера, которая просто какие-то рандомные снимки делает. А телефон фоткает то, на что ты наводишь. Это же просто офигенно! Я так мечтала, чтобы это где-нибудь появилось. И теперь вот оно здесь есть. Теперь это моя любимая игрушка здесь. Классно! Лайк, 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 лайк. Спасибо за этот лайфхак. Я бы так и не узнала. Поехали проверять следующий. Лайфхак от Анны Курганова. Алиса, ты знала, что в Мега сейчас часы показывает правильное время? Если это так, я буду в шоке. Ну, на самом деле, мне особо не верится. Нам нужно для начала найти часы, чтобы это проверить. И я видела много разных часов в магазине мебели. На втором этаже как раз-таки. Окей, вот часы. Не все показывают сейчас одинаковое время. Смотрим, сколько сейчас. Они показывают реальное время! Сейчас 11.41. И они показывают то же самое 11.41. Я не верила. Я думала, ну нет, ну не может такого быть вообще. Нет, ну слушайте, это очень классно. Мне нравится это. Это лайк. Сидишь такой, играешь, можешь посмотреть. Хм, интересно, сколько время? А, кстати, я вижу, вот эти часы тоже. Они только что поменялись на 42. Это просто офигенно! Ну что ж, ребята, лайк. Лайфхак рабочий. Давайте проверять следующий. Лайфхак от Оливка-сливка. Если закрыть штори в доме и положить за шторы человека, то он пройдет через шторы. Лайфхак в Мега World. Хорошо, проверим. Кстати, да, я открывала специально шторы, чтобы класть туда человека. Сейчас попробуем просто, чтобы человек прошел через шторы. Окей, закрываем наши шторы с котом. Берем какого-нибудь человека, нашего любимого. И кладем. Оп! И нет его. Оп! И он спит. Кстати, я еще научилась их закрывать одним нажатием. Супер! Еще один лайфхак нашелся. Нет, ну, лайфхак рабочий. Можно не мучиться и не открывать, не закрывать. Сразу вот так положил и ушел куда-нибудь. Лайфхак от Татьяны Шмурыгиной. В твоем доме есть елка, которая не поднимается. На нее можно вешать предметы. Что? Серьезно? Давайте что-нибудь повесим тогда. Ну, какие предметы, например, можно повесить? Интересно. Давайте возьмем какие-нибудь с собой, что ли? Вдруг реально можно? Мне, конечно, в это слабо верится, но все-таки вот так вот возьмем. И еще я хочу заехать на свалку, потому что там есть кое-что интересное для елок. Вот, разные украшения. Я думаю, что я возьму их. Вдруг реально понадобится. А их с собой взять нельзя, да? Нет, можно взять, оказывается. Давайте положим все в коробку. Еще телефончик возьмем. И поедем уже в квартиру с молнией. А вот и наша елка. Ну-ка, смотрим. Я просто повесила на нее какую-то коробку молока. И она теперь там висит. Разные картинки тоже на нее вешаются. Супер! А телефон? И телефон может висеть. Так можно просто повесить и снимать какие-нибудь тиктоки. Ой, мама звонит. И нарядить мы ее не можем. Почему? Непонятно. Но именно лайфхак от девочки рабочей. На нее реально можно вешать предметы. Я не знала. Я думала, почему она стоит пустая? Почему ее не нарядили? А оказывается, мы сами можем ее наряжать, как нам нравится. Но вот такие вот наборы именно только для одной елки, видимо. Которая стоит на свалке. Ну ладно, давайте проверять следующий лайфхак. Лайфхак от Полина. Секрет в Мегаворлд. Если на сковородку положить ложку или тарелку, то она начнет жариться и пойдет дым. Заметь, пожалуйста. Хорошо, погнали проверять. Я вижу тут пока только вот какую-то непонятную кастрюлю. Я думаю, с ней тоже все будет работать. Но сковородка, кстати, тут тоже есть. Берем вилку, кладем. И что? Вилка начала вариться. Хорошо, с кастрюлей работает. Пар реально пошел дальше. Давайте пожарим венчик. И он опять же жарится. Кстати, я убрала кастрюлю с плиты. И она продолжает варить наши ложки. Лайфхак рабочий я не ожидала. Ну, ребята, я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Ну, а с вами была Алиса Чья. Всем пока-пока.